Книга «Открытым оком». Тема «Объединение». Том 8. Вопрос 2190. Инициатором объединения выступил архиепископ Берлинский Марк. Он готов уже сегодня полностью соединиться с патриархией. Его деятельность не вызывала ли еще раньше тревогу у его собратьев? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. За Марком очень много числится подобных шагов. Бывшие с ним в объединении говорят, что их подпитывают тамошние протестанты, то есть из Совета Церквей, масоны. Может, лично он в этом и не замешан, но отработать нужно сполна. Вот одно только письмо к нему от митрополита Виталия 29 ноября по новому стилю 12 декабря 1996 года. Ваше Преосвященство, Преосвященнейший Владыка. Получил я ваше письмо-доклад о вашей поездке в Россию, о чем вы меня не осведомили заранее, как это у нас принято. С большим вниманием прочитал я ваш рапорт и имею вам сказать следующее. Ничего в вашей поездке и случившегося с вами в России нет случайного. Все было подготовлено, продумано и планировано Московской Патриархией. Я считаю, что вас духовно прельстили, очаровали и до известной степени пленили. В таком духовно нетрезвом состоянии вы утратили дар Святого Духа, различия духов и на все стали смотреть превратно через розовые очки. Для вас вдруг экуменизм куда-то провалился и это все с вами произошло тогда, когда Московская Патриархия объявила во всеуслышание что все наши священно-мученики пострадали вне ограды церкви и по этой причине этих страстотерпцев Московской Патриархии не прославляет. А для самой Московской Патриархии это церковь узурпатора церковной власти митрополита Сергия и, конечно, последовательно его преемников вплоть до патриарха Алексия II. А для нас это церковь лукавнующих, церковь антихриста. Этим своим кощунственным объявлением Московская Патриархия завершила и запечатлела свое безразвратное отпадение от тела Церкви Христовой. Теперь уже на нас ложится священный долг, неотъемлемое право также Орбе Эт Арбе объявить о безблагодатности Московской Патриархии во всеуслышание и уже больше не иметь с ней никакого общения. Нельзя не отметить, что непрославление священно-мучеников раскрывает в какую бездну богословского невежества в области догмата о Церкви впала Московская Патриархия. Очень боюсь, Владыка, что ваш личный необдуманный и без совета скоропостижный шаг и его последствия, лишив вас дара различия духов, поставили вас у самой пропасти древнего дракона, у самой пасти древнего дракона, готового вас поглотить. Да не будет с вами такового, о чем буду молиться нашей Адигитрии в день ее праздника. Мы, Владыка, не чудаки, а Церковь Христова, на земле воинствующая, а на небесах торжествующая со всеми положившими души свои за Христа Бога нашего, то есть за Церковь Христову. Ваша поездка в Россию якобы научного характера, а потом и в Москву к Патриарху Алексию превратилась в незаконное общение с Московской Патриархией, на что вы не имели никакого благословения. Теперь также стало известно, что вы в свое время уже встречались с Патриархом тайно от нас, а сейчас вы поехали в Москву вторично встретить Патриарха, к чему научная комиссия в Твери вас не приглашала. Так это типично для Московской Патриархии собрать отовсюду словистов, историков, литературоведов, языковедов и социологов, шевелить запыленные архивы древней письменности, пускать пыль в глаза массы недогадливых и недомыслящих мещан. Пауэр-эпатэ-ла-бургэс, не знаю как переводится. И одновременно кощунственно надругаться над кровью священномучеников и исповедников российских. Вот она, красная московская патриархия во всей своей красе. Все это, как это все огорчительно и скорбно, митрополит Виталий. Виталий.